Друзья, здравствуйте! В эфире программа Альфа и мы ее ведущие Юлиана Лункина и Александр Аверин. И у нас сегодня в гостях Никита Абраменко, генеральный директор проекта «Поток». Никита, привет! Никита, привет! Сегодня мы поговорим о карьере в цифровом бизнесе. Можешь обозначить на текущий момент, как обстоят дела с карьерой в цифровом бизнесе? Я вот расскажу, наверное, о последних своих впечатлениях. Просто достаточно много, у нас есть определенные вакансии в потоке, народ приходит, и я замечаю такую черту, что очень многие приходят на слово «digital». То есть, людей это как-то интересует. Ну, понятно, что сейчас есть слово «хайп». Как-то не знает новое слово «хайп». То есть, это такая громкая тема, о которой говорят, все хотят сюда прийти, почему-то всем интересно, кажется, что это что за новое. Ну, в общем-то, наверное, неспроста кажется, потому что действительно такое ощущение, что интернет и цифровизация, она охватывает постепенно все области, и люди, видимо, это чувствуют. Ну, вот мы сейчас с вами говорили до эфира, да, то есть, там, не знаю, возьмешь там рынок автомобилей, да, то есть, ну ладно, автору, да, в какой-то момент были все равно всегда перекупы, да, что называется, дилеры какие-то, да, такие серые. Появился карпрайз, который взял, охватил всю Россию и просто сделал какой-то сумасшедший акцион, где вся Россия торгует теперь автомобилями, да. Там, не знаю, взять, там, не знаю, рынок обучения, вот так говорили про Skyeng, да, у которых, у них потребности они ищут в месяц, если я не ошибаюсь, по больше 400 преподавателей им нужно. То есть, у них масштаб, знаешь, 400 преподавателей, сколько сейчас в ВУЗе преподавателей, так как столько кабинетов нет в ВУЗе, сколько преподавателей у Skyeng, да, то есть, оффлайн-обучение постепенно отходит куда-то в сторону, да. Возьмем, да, не знаю, тот же такси Uber, который там уже все вдоль и поперек обсудили, да, то есть, налицо то, что цифровизация, она постепенно наступает везде, во все области, там, медицина, там, whatever. Ну, вот, люди, видимо, это чувствуют, ну, по крайней мере, кто держит руку на пульсе, да, и кажется, что есть вопрос, а как перейти, если ты не знаешь, да, если ты, вот, если ты во флайне, да. Да, как же перейти во флайне, да. Ну, вопрос такой, конечно, не короткий, но как мне кажется, если коротко отвечать, то просто нужно захотеть, да, то есть. У меня есть ощущение, что вот, ну, тоже приходит журналист, там, из позавчерашнего, приходит журналистка к нам устраиваться, то есть, ну, что сказать, журналист современный, контент журналист, да, то есть, это интересно, ну, должен что делать? Понимать тренды, понимать, как ты свой материал, который ты создашь, как ты его будешь продвигать, кто будет читать, понимать, что ты не в одном. Скорость новостей, тоже темп? Да, темп и размер новостей, лонгриды, теперь лонгрид считается 5000 знаков, раньше это, может быть, было что-то большее, да, а теперь, вот, извините, две страницы, это уже лонгрид, я-то устал читать, так, боже мой, вот, то есть, надо делать еще короче, да, и, то есть, и ты должен понимать, что ты не в одном канале, а ты сразу и в соцсетях, ты где-то, может быть, там, не знаю, условно, на ютюбе, еще, там, в своем блоге, еще, 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 ты должен думать о вот этой всей цифровой истории, да. А приходит журналист, значит, первый вопрос, ну, простейший вопрос, а как вы считаете, ну, сколько прочтений, почему вы считаете, что ваши статьи хорошие, да, и человек отвечает, ну, как, у меня редактор там всегда принимает мои статьи, ну, как, кто такой редактор, как бы, в этом мире, да, то есть, ну, нет, это прекрасно, там, уважаем, правильно, ну, как, вот, у тебя должно быть какое-то количество прочтений, ты должен понимать, сколько, как твоя, в каких аудиториях твоя статья читается, должен анализировать, да, вот, у меня есть свойство. Я слышу, что сфера диджитал и диджитал среда сильно меняет привычные для нас сферы. Да, конечно, у многих людей это нет в голове, и что происходит, ты задаешь вопрос, как ты аудиторию в свою меряешь, ты умеешь пользоваться Google Analytics, и человек отвечает такую фразу, и она ответила, я всегда за это к компьютерщикам обращаюсь, и мне кажется, что здесь соль, какие такие компьютерщики, непонятно, что такое компьютерщик в современном мире, кто настраивает сеть, тоже профессия такая специфичная, и это не так много людей, а компьютерщиком надо самому быть в этом смысле, работать с инструментами современными, и для нее это звучало, для конкретно этого человека, для нее это была преграда, она этот барьер не готова была преодолевать. То есть ты хочешь сказать, что сейчас для того, чтобы сделать карьеру в диджитал, тебе по сути нужно быть таким разнорабочим, ты должен быть и компьютерщиком, и редактором, и писателем, и вот по сути иметь в себе несколько профессий, насколько это реально? Ну вот это реально точно, я просто вижу по людям, которые со мной работают в цифровых продуктах, да, то есть все-таки, может быть, это все иного, но все-таки в России очень мощная диджитал среда, она уже большая, она уже состоявшаяся, мы признаны в мире, там вон Тинькофф Банк, пример тому, да, там Альфа тоже, да, то есть, когда крупнейший цифровой банк, получается, в России находится, в мире вообще. Хорошо, ну давай тогда приведем пример или перечислим вот ключевые качества, ключевые навыки, компетенции, которые у человека должны быть, чтобы он перешел в диджитал, вот прям топ-лист вещей. Ну, мне сейчас может быть, понимаете, большая история, не настолько у меня в голове уложена, чтобы я мог прям вот так листом перечислить, я скажу о базовых вещах, которые, как мне кажется, как это должно быть, то есть первое, нужно принятие технологий, вот тут небольшая аллегория, просто чтобы было понятно, что такое принятие, да, то есть вот помните наши бабушки, которым мы удивлялись, как они не могут разобраться с видиком или с микроволновкой, но ты вот как пользователь, ты понимаешь, что вот здесь есть микросхема, вот экранчик и, в общем, ну сразу тебе как-то мысль додумывает, что с этим можно сделать, ну, наверное, можно минуты выставить, ну, вот какие-то режимы, ну, как-то все достаточно просто, ты для себя принимаешь, все, идешь туда, да, вот сейчас кажется, что многие люди, они как бы находятся по отношению к диджиталу, вот примерно в такой же ситуации, первое, что нужно, просто надо взять и разобраться, в общем-то, есть куча материалов, вы сейчас из любую тему возьмете, в чем преимущество интернета, все есть, читай не хочу в видео, бесплатные курсы, whatever, то есть первое, первое условие, это всегда, как всегда, мотивация, просто прими для себя, что ты, блин, туда хочешь, если ты хочешь туда идти, просто прими для себя, что надо брать и учиться, да, вот это первый пункт. Дальше, ну, если мы говорим, как бы, о деловой сфере, да, получается, о бизнесе, да, тут вот что получается, верхушкой, наверное, этой истории, я думаю, что это продуктология, да, то есть, ну, скажем так, как люди воспринимают, что такое цифровое, что такое, что-то цифровое, да, они думают, что это вот программисты, да, они думают, что это вот там какие-то, может быть, там, я не знаю, какие-то технории, там, что-то такое, да, это вот, скажем, стереотип такой, да, стереотип не та система мышления, какая она должна быть, что делает весь этот бизнес, он делает какой-то цифровой продукт, то есть, если вы приходите в CarPrice, условно, да, это вот вам цифровой продукт, он создан, вот экран, вы туда заходите, и с вами происходят какие-то полезные действия, что в итоге вы продаете автомобиль. Вот он все, схлопнулось. Что происходит? Убираются лишние звенья в производстве продукта. То есть если раньше ты занимаешься банковским маркетингом, у тебя ты придумал какую-то идею, ты пошел к дизайнерам, дизайнеры что-то там наваяли, ты пошел к ребятам, которые пишут текст, они как-то там написали текст, ты пошел к программистам или компьютерщикам и они там куда-то это вывестили в интернете, то теперь все эти звенья убираются. Ты сам обладаешь инструментами, они все есть в интернете, которые ты тут же можешь создать рекламу, тут же вывести, тут же посмотреть, работает она или не работает. Еще одно из преимуществ цифровизации, все меряется. Раньше ты куда-то там закинул и думаешь, что это популярно или думаешь, что не популярно, об этом какие-то толки ходят. Сейчас нечего обсуждать. Вот тебе все метрики, все метрики у тебя перед глазами. Никита, а как у тебя в потоке это реализовано? Расскажи. Пример цифрового продукта. Что было раньше? Вот есть малый бизнес, у малого бизнеса проблемы с заемными средствами, банки по какой-то причине достаточно консервативно относятся к малому бизнесу, до последнего времени не выдавали кредит. Значит это одна сторона. С другой стороны физики, то есть обычные люди, инвестиционных инструментов в России успешных раз-два я обчелся, если вообще они есть. Большинство людей считает, что самая успешная это недвижимость, но порог входа в недвижимость это космос, то есть доступно к какому-то очень маленькому количеству людей. Остальные депозиты Сбербанка. И вот что дала цифровизация, мы попробовали объединить на одной платформе этих людей, это не наша идея, там в США она развивается в последнее время очень бурными темпами. Что происходит? Тысячи людей отсюда создают договора займа с этими ребятами и выдают им деньги по договорам займа. То есть физические лица выдают? Физические лица малому бизнесу. Все это происходит в онлайне, тысячи договоров, у нас уже их больше ста тысяч, то есть получается сотни тысяч договоров создаются в онлайне, по ним перечисляются деньги. Для вот этих ребят это инвестиционный инструмент, у них до 30% годовых, то есть не в депозит вкладываешься, а в малый бизнес. Для малого бизнеса это нормальные деньги, которые они могут быстро получить, то есть быстро, прям совсем быстро, то есть это за 10 минут, это все в онлайне происходит. Но спрашивается, как ты 100 тысяч договоров раньше бы сделал? Вот он пример цифрового продукта, вот, вот, вот. И, грубо говоря, и делает сейчас, у нас даже нету телефонного, у нас нету телефона, нам нельзя позвонить, то есть специально. И это делает там 14 человек, то есть вот такой масштаб, вот пример. И совсем другой порядок продукта, то есть совсем другой value для обоих сторон, value, простите, ценность для обоих сторон. Ну вот как-то так. Очень интересно. Никит, расскажи про риски. Для инвесторов это 100% риск, то есть это абсолютно инвестиционный инструмент, мы не банк, мы не хеджируем или делаем там какие-то, не знаю, там резервы целенаправленно, так сделали специально. И единственное, что мы стараемся делать, что мы делаем, то есть, во-первых, мы отбираем эти компании. Ну, то есть, что происходит, кстати, очень про цифровой мир история. Google не ответственен за вашу почту, которую он себя держит. Вы держите 30 гигабайт самой ценной информации, а они могут выключить и сказать sorry. И единственное, что их ограничивает, не законы, не там еще что-то, а вот этот новый цифровой мир, в котором, если они завтра сделают что-то не очень хорошее, то, что не понравится публике, все моментально об этом узнают и уйдут на другой сервис. И этот сервис будет даже не в Америке, а там, условно, на Яндекс уйдут, да. И они понимают, и поэтому работают над своим брендом, и только поэтому делают качественный продукт. Ром, такая же история у нас. Если мы сейчас сделаем так, что доходность для инвесторов будет низкая, они просто разойдутся, мы просто потеряем свой источник денег, да, ну и спрашивается, что мы дальше делать будем. Поэтому, ну, я всячески стараюсь объяснить, что нам это самим выгодно, чтобы вы много зарабатывали, потому что иначе вы все завтра уйдете от нас, вы все на депозит принесете, да, это первый момент. Ну, а второе, сейчас технически, то есть, что мы делаем, вот эти компании, которые мы подбираем, мы их собираем, то есть, человек не может в одну компанию вложиться. Сервис заставляет принудительно, его деньги разбивает на 20, минимум 20 компаний. Ну, мы хотим к 100 прийти. И, таким образом, ну, одна компания обанкротится, ничего страшного, ты много не потеряешь. А сколько нужно минимум вложить инвестору, чтобы принять участие? 10 тысяч рублей. Ты бы вложил? Что для этого нужно сделать? Захочешь, на сайт вкладываешься. Ну, правда, сейчас там… Я слышал, что там еще сложно сделать. Реклама сейчас будет. Да, у нас просто очень большая, большая очередь. Нам не хватает компаний, которые берут займы. То есть, мы сейчас там всячески над этим работаем. Нам нужен большой масштаб, потому что инвесторов много, денег приносят много. Ну, что, друзья, теперь стало понятно, да, если ты же хотел бы проинвестировать средства, ты можешь прийти на сайт потока и проинвестировать с понятным риском. А если вы компании, вам нужны инвестиции для развития, на том же сайте можно их получить. Давайте вернемся для обсуждения к теме карьеры в диджитал. Да, в цифровом бизнесе. В самом начале, Никита, ты как раз рассказывал, какие, так сказать, компетенции или навыки нужны людям для того, чтобы перейти в диджитал. И абсолютно стало понятно, что речь идет в большей степени о вот этой быстроте, о скорости, о желании. Это так называемые soft skills. И, кстати, я недавно прочитала статью западную, и много сейчас в сети информации об этом, что пора заканчивать называть это soft skills, на самом деле это те самые hard skills или скорее тяжелые, настоящие навыки, которые очень сложно приобретаются. Потому что изучить, как, например, продавать или какую-то электронную систему, это сильно проще. Ты сам сказал, что в интернете много материала. А вот приобрести желание, научиться скорости, вхватке, открытости, это гораздо сложнее. Давай это обсудим после небольшой рекламы. Окей. Друзья, сейчас рекламная пауза. Дорогие друзья, снова здравствуйте. В эфире программа Альфа. И мы ее ведущие Юлиана Лункина и Александр Аверин. И я напомню, что у нас в студии Никита Абраменко, генеральный директор проекта «Поток». Никита, привет еще раз. Еще раз. Привет. Никит, до паузы мы с тобой затронули тему, касающихся компетенций, вот тех самых мягких soft skills. Скажи, пожалуйста, насколько ты считаешь, что это действительно важно и выходит сейчас на первый план, в отличие от профессионализма, профессиональных знаний, умений, навыков. Получается, видимо, что soft skills важнее, потому что понятно, что, опять же, я уже говорил, что в интернете есть вся информация, соответственно, научиться тебе твоему прикладному искусству не так сложно, вроде как ты можешь пройти все курсы. В общем, это доступная информация, тебе не нужно бежать куда-то на восток к какому-то сенсею, чтобы научиться делать диджитал-маркетинг. Ну а как ты выявляешь, что у человека вот эти навыки, эти компетенции присутствуют? Вот, например, мы говорили про вот эту скорость обучаемости, про быстрое принятие нового чего-то. Как это проверить? Как ты это выявляешь? Ну вот, я думаю, что здесь есть, как в психологии, есть два аспекта, получается, у человека, наверное, это мотивация, мотивационная история и когнитивная. То есть, понятно, что просто может быть коэффициент обучаемости низкий, и это просто человеку сложно, да, вот какой-то, причем не все, да, обычно бывает, что, не знаю, мне, допустим, лично мне очень сложно руками работать, когда какая-то история, что нужно что-то руками сделать, мне реально сложно это, ну вот, это плохо дается, а кому-то наоборот, да. То есть, получается, чтобы к тебе попасть, нужно иметь какую-то конкретную предрасположенность к чему-то, тогда какую и к чему? Ну, как я делаю, да, у меня специфический подход, но я для себя понял, что сейчас будет ноу-хау мое, да. У меня подход следующий, что есть наш костер, костер вот нашей команды, и люди вокруг него здесь собрались, потому что им очень хочется добиться того, чего мы вместе делаем. Я стараюсь в это не верить сильно, в том смысле, что это не романтика какая-то, да, то есть речь о том, что вот я стараюсь набирать людей, которые сейчас и хотят работать со мной, чтобы достичь каких-то существенного роста в собственной жизни. То есть, когда приходит продуктолог, который говорит там, да, там, Ваня, например, у меня, он говорит, я ему спрашиваю, Ваня, тебе какая часть продукта важна? Он меня ночью может разбудить, потому что считает, что ему важнее даже, чем мне, вот то, что мы должны какое-то изменение в продукте сделать. Ну, реально вот человек вот так живет. Для него это сейчас сделать вот такой продукт, как поток, да, все-таки амбициозная задача, для него это собственная амбиция, его личностная амбиция, да. И вот такие люди собрались здесь в кругу. То есть ты смотришь больше на мотивацию? И я смотрю на то, насколько человек, вот его жизненная цель, его личные цели сходятся с тем, что мы вот здесь в этом кругу делаем. Вот мы идем, у нас есть наш поход, вот наш костер, да, и вот у нас своя цель. И поэтому там я, допустим, я никогда не беру людей, которые предлагают бесплатно помочь. То есть это ужасная, ужасная фигня вообще, потому что что происходит? Человек приходит тебе, говорит там, я готов на тебя бесплатно поработать. Вот ты говоришь, ну, так мне просто, ну, периодически приходят такие люди. И причем совершенно там с разных позиций. Ну вот, и я понимаю, что, ну, как это происходит? Ты говоришь, хорошо, вот тебе дрова донеси до нашего костра, 15 километров, там ребята вот вечером замерзнут, если ты не донесешь. Ну, прям реально замерзнут. Нужно сделать какой-то объем работы, у нас не бывает неважных задач, да. То есть каждая задача на выживание, что называется, да. Вот тебе надо взять и отнести, ну, потому что было понятно, да, там новый продукт, это не вот завтра мы денег не зарабатываем, нам очень сложно зарабатывать, да. И вот, и то есть, вот отнеси. Человек несет два километра, потом бросает дрова и говорит, ну, как бы не получилось, ну, я же бесплатно вам помогал, да нахрен ты такой бесплатный нужен тогда, да. То есть, ну, а при этом на него уже ты положил какое-то время потратил, ты на него понадеялся еще как-то, да. То есть, не должно быть этого. Окей. Да, и вот в итоге я задаю вопрос. Очень простой вопрос, который я рекомендую вообще людям себе задавать. Ну, не просто задавать, а вообще делать так. Что ты готов потерять, чем ты готов рискнуть ради этого? То есть, готов ли ты сейчас перейти ради того, что ты считаешь, что ты говоришь, да, мне интересен digital, все же такие, всем же всегда интересно, но до поры давления пока до дела не доходит. А как до дела, чтобы дошло? Готов ли ты пойти на снижение зарплаты в три раза в сравнении с своим сейчас обычным зарплатом и пойти на джуниор-продуктолога какого-нибудь за 40, ну, 40, нет, там, ну, 50 тысяч рублей, да, то есть, там, 60 тысяч рублей, да, и, как выясняется, там, большинство не готово, да. То есть, вот она цена, которую они готовы платить. Они, к сожалению, могут потерять потом очень много времени, им придется еще за меньшую зарплату, возможно, работать, да, если все пойдет так, как мы сейчас видим, да. Вот, то есть, вот, наверное, вопрос, я постоянно ставлю такой, я стараюсь людей поначалу ставить им настолько жесткие условия, максимально жесткие, знаешь, там, ты, наверное, у нас никуда не вырастешь, наверное, зарплата у тебя будет очень низкая, наверное, и вообще тебе тяжело у нас придется, вот. И когда ты видишь, что человек готов рисковать, он готов тратить, ты видишь, что он отдается полностью душой этому делу, вот, ну, это как-то очень чувствуется быстро. Никита, можешь объяснить нам и телезрителям, а в чем фишка? Да. То есть, получается, сейчас нужно отказаться от хорошего заработка, идти на какое-то рискованное непонятное дело, иметь такой добрый заряд мотивации, чтобы прийти к тебе в команду, таскать дрова в костер. А ценность-то какая вот для меня лично, потому что, ну, все равно мы ищем, несмотря ни на что, ну, как бы какую-то стабильность, да, отчасти, хотим понимать будущее хотя бы приблизительное, соответственно, ради чего, во имя чего это все? Ну, вот вам стабильность, вот интернет, интернетизация, это вот стабильная стабильность, которая нас ждет в ближайшие 10 лет точно. А внутри нее полный хаос, ну, в том смысле, что нужно постоянно быть готовым перестраиваться, о чем все часто говорят. Вот с потоком, хороший пример, что получается? 100 тысяч договоров. Раньше 100 тысяч договоров, как провернуть? Человек 300 бы обслуживало вот это все хозяйство. Да, руками. Да, руками, конечно, да. Кстати, во многих банках, как выяснилось, до сих пор операционисты проводятся руками. Но дальше что происходит? Приходит несколько программистов, автоматизируют, и все эти 300 человек уходят на улицу. И ведь сейчас каждый день происходит такая история в разных секторах экономики. То есть, получается, у нас нет выбора? Ну, на самом деле, да. Как ни прискорбно. То есть, диджитут будет съедать профессии, съедает массовая профессия. Вот, я думаю, кстати, одно из самых массовых, которые в России будут съедены на свое время, это бухгалтера. Потому что бухгалтерия становится настолько автоматизируемой, то есть, разночение законов все больше, все меньше их становится, что, я думаю, что совсем нам чуть-чуть осталось до этого. Ну, а про какое будущее мы говорим? Полгода, год, пять? То есть, когда уже начинать, так сказать, чемоданы паковать? Бухгалтерам. Ну, и нам, я так понимаю, что тоже много в HR автоматизируется сейчас процессов. То есть, это правда затрагивает многое. Да, это правда. Я не знаю, все зависит от отрасли, сложно сказать. Я думаю, что с бухгалтерией это, наверное, года два. Получается, что все равно наша задача развиваться, наша задача не останавливаться и совершенствоваться в сторону диджитал. Принять эту неизбежность, да, так сказать. Каждый сам для себя выбирает, ну, если вы хотите зарабатывать деньги. Ну, давай вернемся к истории про развитие. Ты сказал про некоторые шаги, что делать. Давай вот прям некие такие лайфхаки, секреты. С чего начать? Надо понять, куда вы хотите, в какое направление. Вот возьмем бизнес, да, наверное, сверху всего этого есть такое понятие, профессия такая продуктолог, да, то есть человек, который создает цифровой продукт. Вот, как можно говорить, там поток, это продукт CarPrice, продукт Яндекс, Яндекс там с любым своим, там Яндекс путешествие, условно говоря, это цифровой продукт, да. То есть его цель вот какой-то бизнес получить, ну, какого-то бизнес сделать, да. Что такое? Вот продуктовок это сверху, да. Дальше у нас начинается ответвление. Продажи, да, то есть он, например, что такое современные цифровые продажи, да. Это когда ты учишься привлекать клиентов, ты учишь правильно обрабатывать их, у тебя есть CRM-система, то есть раньше как было там продажи телефона, да, периодически наши партнеры по потоку делают такие штуки. А куда можно дать ваш мобильный номер, чтобы клиент позвонил? Ответ нет, нельзя, никаких мобильных номеров мы не обслуживаем. Если мы начнем каждого клиента по телефону обслуживать, мы выдадим 100 займов, там, 10 займов, да, там, это не тот масштаб, да. Опять же, кстати, вот одно из свойств Digital, так немножко в сторону, да, то, что уровень маржи совсем другой, то есть уровень маржи ниже. Потому что компании, подобные Яндексу, Мейлру и так далее, работают на масштабе. Ты берешь по копейке, но с очень большого количества. Поэтому если у тебя операционные затраты становятся большие, а они почему становятся большие? Потому что ты человека включаешь в процесс, если ты его включаешь, да. Например, нужно зарплату уплатить, если их 10, нужен руководитель, если их 100, нужно куча руководителей, все, слишком дорого выходит, да. И поэтому, видишь, что он на микроморже, поэтому, как бы, так, да. Ну вот, и получается, вот если у тебя продажи, да, например, сутка современной продажи, один человек может обеспечивать продажи на тысячи, десятки тысяч клиентов. Для этого делаются какие-то системы учета, процессы продаж, да, то есть какая-то, в общем, автоматизация продаж, да, CRM и прочее. Вот все, что делает там о CRM, рекомендую посмотреть их видео, очень классные для... О CRM, они достаточно известные. На рынке, да, в ютюбе забиваете, как бы, есть куча информации, да, то есть продажи. Рядом маркетинг, да, то есть маркетинг, современный цифровой, это уже что такое, да. То есть раньше было как, сделал чашку, какую-то чашку, да, там, и дальше идешь как-то маркетишь, значит, сидят менеджеры, которые заказывают рекламу и придумывают, а как же это продать. Да, вот сейчас маркетинг, он ушел, есть такое понятие маркетинг first, да, маркетинг вперед, то есть маркетинг до того, как ты создал продукт, да. Ну, такая вот компетенция, скорее, продуктолога, но все же, если раньше вы занимались маркетингом, то вам нужно понять современные инструменты маркетинга, да, то есть что происходит. Вы очень быстро можете исследовать аудиторию, потому что у вас есть интернет, вы создаете тупо посадочную страницу и изучаете, как на, если это стеклянный или пластиковый стакан, на какую больше попрет аудитория, да, то есть масса инструментов, чтобы быстро исследовать. Никит, ну вот знаешь, вот на этот счет, может быть, не совсем про digital, но так или иначе, некоторое время назад я увлеклась изучением, как вот действительно писать такие продающие тексты с нуля прям, и прочитала хорошую книгу, она называется «Как писать хорошо», и там русским по белому прям написано, что пишет западный человек, который прям литератор, автор многих книг, он пишет, что вот этот весь маркетинг, это все прекрасно, но я пишу для себя. Вот если я прочитал, и мне самому интересно, и хочется это читать, нужная меня аудитория найдет, потому что если я бесконечно буду смотреть, а что нравится вам, 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 то я растеряю вот ту сущность, тот посыл, который есть у меня, и он как бы отрицает маркетинг как таковой, пишите для себя, пишите качественно, пишите от души, и люди подтянутся, те, которые разделяют ваши ценности. Что ты думаешь по этому поводу? Потому что выглядит так, как будто сейчас нужно действительно цепляться за хотелки, и где ты в этом, где вот та идея твоего продукта? Это два больших вопроса. Вот если у тебя цель массово продавать, ты, конечно, должен цепляться за массовые хотелки. И, собственно, это компетенция продуктолога, человек, который создает продукты или группы этих людей, продуктологов, их компетенция – уметь последовательно, системно изучать хотелки, как ты говоришь, хотелки людей, раскладывать их. Для этого есть масса инструментов. Опять же, тем, кому интересен digital, продуктология сама по себе, как наука, она как раз про то, как системно понимать вот эти хотелки и преобразовывать их в характеристики продукты на выходе. То есть, как быстро разобраться, что нужно этим миллионам сделать. То, про что говорит этот человек, скорее всего, речь о том, что сейчас происходит, мне кажется, в обществе такая безостановочная микросегментация. Грубо говоря, если мне нравится там… испанская музыка 60-х годов, я точно найду, буду делать блог про эту тему и точно у меня появится достаточно фолловеров. Просто потому, что есть каналы, быстро тебя находят и среди миллионов людей так получится, что ты найдешь своих людей. Никит, остается 30 секунд. Можешь дать буквально три совета человеку, который хотел бы развиваться в цифровом мире дальше? Ну, вот первый совет, который мне нравится, что Алена Владимирская говорит. Проведите аудит собственных навыков, что вы умеете. Вторая история – там, где вы находитесь, та компания или место, или отрасль, она вообще… Вы там получите, это вы там сможете развиться. И третья история, которая, мне кажется, это, конечно, из того, как вы получили мотивацию и поняли, куда идти, это, собственно, безостановочное обучение. Просто нужно быть готовым каждый день, очень много информации. Никита, спасибо тебе огромное. Вам спасибо. Друзья, на этом мы с вами прощаемся. В эфире была программа «Альфа», в гостях у нас был Никита Абраменко, а вели программу Александр Аверин и Юлиана Лункина. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова